Ребятки, всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Обед у нас. Мы доедаем то, что есть. Кабачки. Лена их просто обожает. Она прям на хлеб их кладет. И как бутерброд получается. Тут остатки вчерашнего сала, хлеб, кровяночку. Надо доедать. Нас угостили. Обалденная. Она с добавлением чеснока, она с добавлением гречки. Очень-очень вкусная. Тут сливы. Так я их компоты не сварила. Короче, так кушаем их. Что-то у меня камера как-то лагает, дергается. И зелень. Все. Приятного аппетита. Сейчас обед, а потом немножечко надо отдохнуть и за работу. Ребята, после обеда немножко отдохнула. У нас опять тучи вокруг да около. Крутит, крутит. Солнышко спряталось. Так парит. Вот сейчас ветра вообще нет. Видите, виноград даже не шелохнется. На месте стоит. Солнца нет. Альма, не ходи. Там дождик. Полотенце все поснимало, чтобы не намочилось. Не ходи. Там дождик. Гром гремит. Только что гремел. Да, погодка. Прям затишье такое. И так парит, что просто отдыхнуть нечем. Альмушка, что у тебя уши как у порсенка? Да, как у порсенка узкие у тебя. Собачка. Ласа вообще где-то спряталась, в сад убежала. Где ласа, Киси? Ушла? Ласа? Нету? Нету? Заглядывает. Нету ласы? Ой, блин. Да. Дождик чуть-чуть моросит. Сейчас вроде прекратился. Не знаю, пройдет туча мимо, не пройдет. Короче, сижу. Сижу, отдыхаю. О, сейчас что-то будет, а? Небо вон как, а? Туча какая, смотрите, летит. Только что, такой раскат грома был, что капец. Вон, оно прям над нами. Вон, 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 видите? Темная, вот такая, прям над нами. Ветер поднялся. Ветер, ветер, ты могуч. Мол, у меня только что сверкнуло. Страшно. Однако-то. Так потемнело, сразу темно стало. Капец. О, грымыть. Да, погодка. Хоть бы такого ветра ураганного не было. Но такие порывы, блин. Вон, виноград как шевелится. Это после прошлого ветра он так вниз попадал у нас. Позбивало его сюда лозы виноградные. Что там, беседка. Занавесила все четыре стороны. Да. Интересно, интересно. Ребята, сидим в доме, подсвечиваясь, ребят, телефоном. Сейчас еще и небось тревога. Он рядом в другой, в нашей области тревога. Может и у нас будет, не знаю. У нас вышибло свет. Все вырубилось. У меня 20% зарядки. Как обычно. Нет, чтобы зарядить заранее телефоны. Не. Это же вечная проблема. Жук перешугался грома. Забился в прихожую вместе с цепью. Ласа тоже ко мне пришла. А она мяукать не может. Она такая без звука. И Ласа, что она ко мне на руки залезла. Я ее занесла на тоже в прихожей на диванчике. Все перешугались животные. Лена со мной. Все рядом, короче. Столпились. И ждем, что будет. И в очередной раз молния раз сверкнула. Гром загремел. И свет. И потух. Теперь сидим. Кукуем. Ребята, свет так и не дали. Сейчас я включу эту подсветку. Опа. Вот так вот. Что еще делать? Время. Сейчас я посмотрю, сколько. Ряда немножко осталось. 19.09. Что еще делать? Пора ужинать. Голубцы. Вот они прекрасные. У меня приготовились. Малина тут есть. Голубчики. Остатки еще в холодильнике. Холодильник сильно не открываем. Быстро-быстро, чтобы холод не ушел. Неизвестно, когда свет включат. У меня вот такой вот чай. Я прям кидаю туда свежую малинку. Немножко сахара. И обалденно получается. Обычный черный чай. И плюс малина-ягодка. Все, всем приятного аппетита. Ура! Свет так ожидали. Мы даже не успели начать кушать. Дали свет. Ура! Блин, ребята, дождь льет и льет. Это просто бесконечность. Там уже все такое мокрое. Время почти 9 часов вечера. Так как мы поужинали. Завтра я, естественно, буду всю посуду мыть. Вот тут срач такой. Тут глушпайки от огурцов. Там еще что-то. Вон дощечки. Все буду завтра мыть. Потому что раковина у меня находится прям под дождем. А там все течет. И кошмар кошмарный. Так. Я сейчас голубцы хочу переложить в кастрюльку. Чтобы убрать в холодильник. В сковородке это делать неудобно. Я сейчас переложить в кастрюльку. Я сейчас переложила все, что осталось. То есть на завтра еще на обед или на ужин вот есть как раз 6 голубцов. Идеально просто. Голубцы очень вкусные. У меня Лена вообще не очень любит голубцы. Обычно она капусту в сторону откладывает. Там начинку немножко съедает. И все. Это съела 2 голубца. Ни капли в тарелке не осталось. И сказала, мама, так вкусно. Я говорю, конечно. Потому что из своей капусты своими руками выращенная. Конечно вкусно. А если бы еще своя курица была своими руками выращенная. Это вообще было бы замечательно. Так. Все. Это в холодильник. Это чистая кастрюлька. Это чистая сковородка. Сюда убрать. Блин. Ничего не помещается. Посуды, посуды. Чистая ванночка. Ладно, уже завтра буду убирать. Что-то делаешь. Вот. Что, видео на утро толком-то и нет. С дождем-то и нечего снимать было. Поэтому давайте сейчас сядем с вами в беседку. И я поотвечаю на ваши вопросы. Дай все. Так. Ребята. Нашла я себе укромное местечко. Дождь намочил меня. Укромное местечко у Лены в домике. Потому что она там. Она боится молнии, боится грозы. Посмотрите, какие мне длиннющие волосы отросли. Я все никак не дойду в парикмахерскую. Ребята, в парикмахерскую, когда я приду, я обстригу. Вот так вот. Вот так вот. Надоели. Устало. Жарко, когда лето. Они уже такой длины, что когда они, получается, сзади у меня болтаются, они мне тупо в подмышку попадают. И я их достаю. Ну, когда жара, они липнут. Это просто кошмар. Уже слишком длинные волосы. Они просто-напросто мешают. И челку обстричь надо от дождя. Видите, закрутилось куда. Челка. Я когда-то ходила, кстати, у меня челка была полностью, ну, в длину волос этот самый. Но так как у меня, видите, у меня высокий лоб, поэтому я стараюсь спрятать свой лоб. Но это все равно не получается, потому что они у меня, видите, у меня здесь завиток. И они разделяются. Хочешь, не хочешь, они разделяются все равно на две части всегда, короче, вот так всю жизнь не этот самый. Мучаюсь. Ну, думаю, вроде и хочется челку волосы отрастить. Ну, каждый раз обрезаю. Короче. Так. Это я у Лены в домике. Потому что гроза, она боится, она там сидит со мной. И у Лены там сидит, а я пойду видео запишу, потому что у меня нет видео. Вот. Это ее полочки. Она тут особо ничего так и не проскладывала. Какие-то у нее тут штучки. Штучки. Ну, тут ничего такого интересного и нет. Пусто. Чего она эту закрыла? Ей не нравится эта фотка, она вечно закрывает. А мне нравится. Такая штучка есть красивая. Она с дома принесла. Ангелочек я ей дарила. На какой-то праздник. Стой. Так. Ну что, я поотвечаю просто на ваши вопросы. Ребятки. Да и все. Такое и будет видео. Так, поехали. Какой диагноз поставили ласки? Чтоб я помнила. Я в попыхах в этот самый рот раскрыла. Блин, что с меня не сказали. Вирусная. Ну, сказали, вот как люди болеют гриппом, так и вот кошки болеют. Где-то она заразилась, подхватила вирус. Ну, вот и все. Точное название диагноза я не помню. Так. Здравствуйте, Юленька. Когда вы снова будете петь на праздниках? Очень соскучилась по вашим песням. Это для меня дуже больная тема. Прошу ее не трогать. Вот. В двух словах скажу, что к огромному сожалению, к свадьбам, банкетам и всей этой деятельности, чем мы много лет занимались, я уже не смогу вернуться никогда. Это очень печально. Это для меня огромный стресс. Вот. Но стресс стрессом, депрессия депрессией. Но самое главное, чтобы наступил мир, чтобы не было войны. А остальное все ерунда. Хотя для меня это, я же говорю, очень сложная и болезненная тема. Потому что, к сожалению, никогда, ребят. Вот так. Так, Юля, ты когда готовишь крылышки, Сергей их ест? Просто мой муж не любит их есть. Говорит, что они любят в костях ковыряться. У меня муж не ест абсолютно их. Вот. Но не потому, что не любит ковыряться в костях. Он не ест курицу. Вот это вот все, что... Домашнюю курицу он будет есть. Там утку домашнюю он будет есть. А вот это все, что куриное продается в магазинах, окорочка, куриные крылышки и вся остальная вот эта вот дребедень, он не ест. Единственное, что это куриное филе может поесть. Несмотря, как приготовлено. А крылышки не ест. Так. Это хорошо, что вы делаете Ласе уколы. Это ее оздоровит. Может, кто-то поблизости мышей травил? Нет, ребятки. Это никакой не яд. Это никакое не отравление. Это, ну, назовем так, это вирус, гриб кошачий. Вот так вот. То есть, ни в коем случае это не яд. Сразу видно, что кульки для вакууматора вам достались бесплатно. Их можно использовать неоднократно, если использовать аккуратно. У меня уже куча кулечков, которые отложены, повторно используются. Я их забыла в квартире. Вот. А то, что вы там на видео видели, я немножко неправильно обрезала пакет. Это все опыт, практика. То есть, бывает, что-то сделаешь, а потом думаешь, да. Потому что вакууматором я пользуюсь как бы впервые в жизни. Я с этим не сталкивалась. Поэтому где-то есть какие-то погрешности, да. Но пакетики я все собираю повторно, все, что возможно. Что это у Лены за нарукавники такие для красоты называются? Митинги. Митинги или митинги. Короче, ну, це мода такая. У нее их две пары. В полосочку такие цветные и чисто черные. Они одеваются под футболку. Ну, там, я не знаю. В моей молодости, в моем детстве такого не носили. Но где-то в журналах я помню шебанчила. А зараз вот мода такая, но ей нравится. Поэтому она носит. Так. Есть ли у вас громоотвод в доме? Мне кажется, что нет. Я рассматривала, смотрела, где он должен быть. Где-то на крыше. Что такое громоотвод? Это что-то, наверное, идет из земли. Сначала вкопанное в землю, а потом где-то там на крыше стоит. И молния якобы должна, если что, ударять в него. То есть отводит молнии. Я такого не наблюдаю. Мне кажется, что здесь нет громоотвода. Так. А у нас шифер с крыши снесло. Деревья повырвало с корнями. Киев и область. Да. Сейчас такие вот эти вот грозы по всей Украине. Даже где-то в интернете мне такая новость выскакивала, что какой-то там рекорд побило одновременно количество молний. Вот там какая-то карта была нарисована, наша вот Украина. И зафиксирован рекорд, что одновременно по всей стране огромное количество молний зафиксировано. У нас тоже в городе попадали деревья. Я видела фотографии где-то там в фабликах, в группах выкладывают. Там дерево упало, там береза упала, там еще что-то. Вот. Даже есть случаи, где-то людей молнией убило. Это вообще страшно. Вот. Ну, громкие, сильные и рядом бьют, то, конечно, страшно. Не скажу, что я боюсь там грозы, да. Может кому-то показаться, ой, Юля, а что ты грозы боишься? Нет. Я не боюсь. До поры до времени, пока оно не бьет рядом, пока у соседей не упало дерево. И осветило у нас весь двор так, и мы просто от этого грохота присели. Вот в прошлый раз. Поэтому ссыкотно, страшно становится, когда где-то рядом бьет. Вот. Сегодня читала ваши комментарии, и одна зрительница написала насчет молнии. Ну, правильно, да. Если мы слышим гром, значит, бояться уже нечего. То есть, молния уже была, а молния это... Гром не страшен. Страшна молния, да. Что может убить? Молния именно, разряд. Вот. А гром это вот мы слышим его как бы позже. Вот. И можно засекать, там в комментарии было написано, вот увидели, вот блеснуло, да. Вот небо осветилось, блеснуло, и вы считаете секунды. Вот досчитали. Если вы гром слушаете, слышите, допустим, там, к примеру, через 3-4 секунды, значит, примерно на таком расстоянии ударила молния километры. То есть, если 3 секунды, приблизительно, там, плюс-минус 3 километра дальность, да. И чем вы замечаете, что это время сокращается, значит, нужно не находиться под деревьями, да. Ну, какие там техника безопасности, да. Не держать в руках телефон, потому что тоже якобы это может, ну, это сам молнией ударить. Ну, короче, такое. Вот тогда нужно переживать, нужно где-то скрыться, нужно бояться. Вот как-то так. Интересные такие факты. Так, а я не боюсь ни грома, ни молнии, и детей своих научила не бояться. Я тоже, ну, я тоже не боюсь. А когда вот так вот рядом ты видишь, и у тебя просто аж темнеет в глазах, то стрёмно, да. Юля, а ты не фильтруешь воду? Нет, сейчас не фильтрую. Хотя, это, наверное, неправильно, фильтр у меня есть. И сменные картриджи есть. Ну, у меня как-то так вот по жизни. Я вспомню за фильтр, я им пользуюсь, пользуюсь, пользуюсь. Потом что-то надоело, отставила, забыла за него на полгода. Потом опять достала, пользуюсь. Ну, вот как-то так. Сейчас не пользуюсь фильтром, я отстаиваю воду. То есть у нас вода, не скажу, что плохого качества, у нас хорошая. Вода в кране, но она, ну, как и у многих, да, у нас, у вас, она хлорированная. То есть её обрабатывают. Ну, говорят, что сейчас не хлорка, как именно другими веществами, но суть в том, что пахнет она хлоркой. Ну, не сильно, у нас вообще, ну, незаметно. Вот. Я наливаю баклага, у меня 20-литровая, налила, ставлю её на открытое солнышко, то есть дневной свет. И, как я висчитала в интернете, там по законам физики, хлорка за 2 часа улетучивается. Главное, чтобы эта ёмкость была открыта. Короче, у меня просто отстояная вода. На ней я готовлю кушать, чай пью, то есть чайник заливаю, кипячу и так далее. У нас теж сьогодні ураган, зранку, дощ. Юлечка, дуже прошу тебя, где ты брала такую кришку для зливания воды из банок? У меня есть одна, но она только для простых банок. А хочется, чтобы подходила для всех банок. Спасибо тебе за то, что ты проста в спілкувании и добра господиня. И спасибо вам за хороший комментарий. Я отвечала прямо в этом же видео про эту кришку. У меня многие спрашивают, ребята, покупала я на рынке, в обычном магазине. У нас тревога. Причём масштабная, я так понимаю. Сейчас, ребята, я посмотрю. Я сегодня уставшая, потому что я легла спать в 4 часа ночи. У нас почти всю ночь была тревога. Ночь была очень неспокойной. Я прислушивалась, я вслушивалась и так далее. Полночи просидела в беседке. Короче, в новостях вот так вот. Думаю, когда бежать, Лену будить, если что, в укрытие. Ну, короче. А, это по всей, полностью по всей Украине, наверное. Вот. И отбой был около 4 часов утра. И я только тогда легла спать. Поэтому я сегодня вымотанная какая-то, потому что не выспавшаяся. Ой, нас повыкладывали вон видео, какие молнии. Я не знаю, наверное, такого нельзя показать. Может и можно. Ну, лучше не буду. Я такие зрители, что и к молнии прицепятся. Вообще ничего показывать не могу. Вот. За что я говорила? Я сбилась. Так. Где у меня там открытые вопросы? А, за крышку. То, как говорила, ребята. А в обычном на рынке, в магазине, где всякая мелочевка. Крышечки, крышечки для закатки, там, я не знаю, веники, пакетики, контейнеры пластиковые, всевозможные там скатерти. То есть, такой вот хозмагазин. Вот там когда-то, это было, ну, точно больше 10 лет назад. Я купила такую крышечку. Она задвигается на баночку. Очень удобная. Но, к сожалению, я не знаю, как она правильно называется. Я купила себе и такую вот, ну, как вы называли, как она, короче, которая защелкивается сверху, которая как полиэтиленовая. Ну, какая резиновая. Ой, башка не соображает. Короче, ну, вы поняли. Которая, как обычная крышка, только она с дырочками. Вот. Неудобно. И она так тяжело защелкивается, потом тяжело ее снять, с учетом того, что это все банки горячие, неудобно. А это классно. Вот. Но я не могу с вами поделиться, к сожалению, и вам ее подарить, потому что у меня одна. Не одна. Так. Акацию можно пересадить. Я говорила, да, что у меня даже акация вылезла в тех местах, в которых ее не было. Но у меня, получается, у соседей, прям по меже участка растет акация, и она кидает свои семена, и у меня по участку вырастает вот этот дребедень. И я давненько не косила, и вылезла даже в тех местах, в которых раньше не было. Акации надо убирать. А вы мне вот пишите, акацию можно пересадить перед воротами в палисаднике. Красивое дерево и полезно для женщин. Цветы акации, мед акациевый тоже полезен, и просто красиво будет при входе во двор, когда оно вырастет большое. Я люблю даже запах ее листьев, немножко кисловатый. Я понимаю, что красиво, понимаю, что полезное дерево, да, там по меду, там листочкам чай заваривать и так далее, но, боже упаси, нет. Мне хватает деревьев вонючек вот этих вот, с которыми я так понимаю, что здесь это всю жизнь придется бороться, да. То есть их истребить невозможно просто-напросто. И акация, это та еще штука по вот этой вот поросли, которая кидает семена в жизнь, и у меня рука не поднимется, взять и это растение пересадить. Я его только уничтожаю. По-другому никак. Так. Цветочек, привет. Делай так, как делаешь, всегда проверенным способом. Винить потом не будешь никого, только проверенный способ и не иначе. Да, это насчет компота. Спасибо, Луиза, за комментарий. Насчет компота Юля попросила, Юля сказала, что я не призываю вас делать так, как я делаю. Вот я просто поделилась, как я делаю, то есть я показываю свою жизнь. Естественно, я и это снимаю, да, какие-то заготовки. Но если вы делаете по-другому, и вы в этом уверены, много лет это делаете, то вам нечего вообще смотреть Юлькины заготовки, да. Вот, потому что у вас один опыт и одни, да, какие-то правила. У меня совершенно другие. Я делаю так. Именно так делает моя мама. Отсюда и у меня пошло, да. Я и в прошлом году читала, это объясню, да, кто новенький на канале или не понимает, о чем сейчас идет речь. Я компоты заливаю два раза при закрывании на зиму, при консервировании, будь то вишня, яблоки, там, малиновые компоты, неважно, любые компоты. Два раза. Причем первую воду я сливаю в раковину, потому что мне кажется, там может попасться какой-то песочек. Вот это хуже некуда, когда гром и при этом тревога, это просто кошмар. У меня сердце в пятке. Не, все нормально. Боже, люди нафоткали молний и телефоны так классно поснимали. К сожалению, не могу показать. Вроде как говоришь красота, а как это страшно, молния, если она куда-то бьет, да. Вот, так, сейчас я потеряла, ребят, немножко разбитое сегодня. Вот. И мне вот пишут, зачем ты это делаешь, что это такое, так нельзя и так далее. Ну, это мой выбор. Хотя, я не спорю, надо попробовать одну баночку закрыть. Мне кажется, что в прошлом году я пробовала, но я баночку не пометила. И выпили, но мы не заметили по вкусу, какой из компотов был один раз залит, а не два. Вот. Поэтому каждый сам себя выбирает. Это точно, да. Не дай бог, какая-то банка, этот самый, взлетит. Потом мне кого винить? Только себя, потому что я кого-то послушала. Ну, кто-то скажет, что Юлька, ты упертая. Ну, хай будет так, упертая. Так, странный огород. Такое ощущение, что на огороде уже осень. Сохнет даже укроп. Но ведь еще даже не середина лета. Что это? Вот, кстати, как раз вот комментарий в тему, потому что буквально вчера виделась с соседкой. На огороде встретились. И он окажет, огород, такое ощущение, что уже осень на носу. То есть, то убрали, чеснок убрали, там, лук зимний убрали, это понятно, пустые места. Но тот лук, который выкапывать аж черти когда, да, который на хранение на зиму, он седой. Укроп высох седой. Кабачки тоже пожелтели. Такое ощущение, что уже осень, начало осени, вот так вот выглядят наши огороды. И причем это у всех. Вот такой вот сезон, вот такие вот, я не знаю. Но еще учитывайте то, что у нас жуткая жара. У нас в обеденный днем, средь бела дня, видите, как мозг у меня тормозит, под 50 градусов, конечно, все выгорает. Все просто сохнет, выгорает и так далее. Так, подождите сейчас, я когда-то тревога, я постоянно где-то новости, что-то этот самое. Что-то такое происходит, неспокойное. Сейчас, ребята. Какая-то дополнительная тревога какую-то дали, пока непонятно чего. Так, давайте еще пару вопросов, возможно, я буду заканчивать. Дальше. Юля, там, где муравьи, насыпьте манки. Ребята, проверенный способ. По вашим советам, я рассыпала манку на пологорода. И, честно, на кабачки, на эти, на дыни, на арбузы, потому что сжирали, прям видно, что оно все в муравьях. Рассыпала эту манку. У меня такое ощущение, что муравьев стало еще больше. Она им нравится. Они почему-то не погибают. Манка в моем случае не помогла, к сожалению. Так. Юля, лук так не окучивают. Это не картошка. Это просто рыхля. Но землю не приваливают к головке. А наоборот, землю отгребают, чтобы головка на солнышке была спелая. Я вообще не знаю, не пойму, к чему комментарий, потому что я лук никогда не окучиваю. Я этот самый прорыхлила ради того, чтобы... Я убрала сорняк. У меня лук был зарож. Я сорняк, в основном, я его выдергивала. Все складываю в ведро и все выношу. Естественно, прежде чем выдернуть сорнячок, я его тяпкой глубоко, чтобы полегче вытянуть и максимально с корнем. То есть я там его тяпкой, как бы сапкой, как правильно сказать, мотыгой приподняла, нагнулась, сорвала. Вот так вот. И происходит таким образом рыхление. Но лук я не окучиваю. Где вы этот самый такой увидели? Так. Юля, скажи, пожалуйста. А это типа бочковые огурцы. Можно в квартире, в шкафу хранить. Да, хранятся именно в квартире, в шкафу. Один из способов мне еще, кстати, подсказали, как удобно можно делать. И действительно, это как вариант. Опять-таки, если большое количество огурцов. Вот то, что я говорила, есть такой минус, да? Что когда они у меня трое суток постоят, они уменьшатся в объеме. И такое ощущение, что нужно в банку доложить два-три огурчика. Вот. А этого можно избежать, если их... Вот я в банку их заквасила, да? Да, чтобы они три дня стояли. А можно взять какой-то тазик и сделать все манипуляции те же самые в тазике. То есть, чеснок, зонтики укропа, хрен, там, листья дуба, листья смородины, там, кто что кладет, да? Вот. И в этом главное, чтобы оно... Здесь один нюанс, чтобы огурцы не торчали. Значит, нужно вложить какой-то гнет обязательно. Потому что если огурчик будет торчать, он станет мягким. Уже проверено. Вот поэтому гнет и в тазике. И тогда уже... Вот они там три дня проквасились. Уже прошла вот эта вот стадия брожения. Можно даже попробовать огурчик. Он хрустящий, соленый, классный. Вот. И тогда их раскладывать по банку. Можно их промыть даже, если они мутненькие, да? Образовывается там какая-то там... Ну, я забыла, как называть молочная кислота, там, чешок. И вот обмыть, промыть. И тогда раскладывать по банкам. Тоже удобно. Ну, в общем, комментарий о том, что можно ли хранить шкафу. Да, можно. Идеально храняться. Юля, ваша сестра Женя купила дачу. Я не пойму, это вопрос или утверждение? Или вы думаете, что я не знаю, что моя сестра купила дачу? Вот. Кстати, собираемся скоро в гости. Ну, понятно, не надо там наладить уже. Все там, быт и так далее. Обязательно съездим. Ну, я фоточки уже видела, она не присылает. Так. Вот такой вот странный комментарий поступил. Я смотрю, но это же старое видео. Причем комментарий этот написан к новому видео, которое вышло у меня в 7 утра. Я смотрю, но это же старое видео. Юля, зачем показывать старые видео? И про мужа не надо. Мы хотим смотреть за деньги ваши новые видео. За деньги ваши новые видео. Спасибо вам, мира, здоровья, Таня. Вот. Странный очень комментарий, потому что видео у меня выходят каждый день новые. Вот. И насчет того, за какие вы деньги, какие вы деньги платите за просмотр моих видео, тоже непонятно. Не выдумайте. Так. Юлечка, по поводу селедки под шубой. Здесь больше подойдет не постоит, отдохнет, а постоит и все ингредиенты подрушатся. Нет, к моей селедке под шубой именно подходит, отдохнет. Потому что Юля уставшая. Вы мне все пишите, многие, вернее, пишут комментарии. Юля, ты постоянно уставшая. Потому что так и есть. А я то, что у меня на душе, я то и говорю. Вот что у меня в голове, что на языке я то и говорю. Поэтому, может быть, я согласна, где-то часто говорю, что я устала. Но я не то, что жалуюсь или хочу какой-то жалости к себе. Я по-другому жить-то не умею. Я привыкла крутиться, вертеться, я сидеть на месте не могу. Просто у меня в голове, блин, задолбалась, уже устала. И я вам это проговариваю. Поэтому не надо злиться и считать, что я что-то там депрессирую. Просто говорю мысли свои. Вот. И поэтому и селедка под шубой у меня уставшая. И именно ей нужно отдохнуть так же, как и мне. Вот. Так. Дальше. Так, 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 так. Юля, такие же огурчики получаются, если в банку всыпать 100-граммовую рюмку соли. И залить холодной водой, закрыть капроновой крышкой и сразу в погреб. Результат тот же, но процесс проще. Да, есть такой вариант. Но, ребятки, не у всех есть погреб. Я здесь и ответила, по-моему, на комментарии. Я стараюсь делиться такими рецептами, которые могут пригодиться, да. Ну, кроме компота. Я сразу в видео говорю, что не делайте так, как я. А остальные рецепты я делюсь с вами, чтобы вы тоже готовили, тоже пробовали. И многие меня благодарят. И мне тоже это приятно, да. Да, естественно, это, ну, обычный процесс. Насчет 100-граммовой рюмки я пробовала, как для меня-то многовато соли. А в 3 столовых ложках, я не знаю точно, сколько получили. Ну, как-то для себя я так вывела, да. Я же говорю, у каждого даже свои рецепторы, свои вкусовые пристрастия. Кому-то нравится более соленое, кому-то менее соленое. Поэтому, ну, вот, для меня 3 столовых ложки достаточно. Вот. И можно, да, действительно, закрыть крышкой, то есть не ждать эти трое суток. А сразу в погреб, если он есть, да, этот процесс брожения будет происходить медленно. Короче, и к зиме у вас будут классные квашеные огурчики. Вот. Но все равно подставляйте под такую банку какую-то емкость. Потому что, несмотря на то, что вы крышку закрыли, оно все равно будет вытекать. Ну, то есть я тоже так готовила, тоже пробовала. Но мне не нравится емкости ставить. Оно подтекает, вытекает. И мне, так как у меня погреб сырой, я рассказывала, что у меня есть проблема по образованию, как сказать, плесени, грибка, не знаю, вокруг банок, снаружи, слава богу, снаружи, да. То есть крышки могут ржаветь и так далее. Я переживаю, что-то зараза не попала под эту вот пластиковую крышку. Поэтому мне безопаснее, как мне кажется, закрыть закаточным ключом, закупорить конкретно, чтобы нигде ничего не попало. У меня проблемный погреб. Так. Доброго времени суток. Юля, вы малосольный кипятком заливаете огурцы? Видно, в видео я не объяснила или что-то не договорила, или в попыхах, не знаю. Нет, холодной водой. Я использую воду из-под крана, которую я отстаиваю. Если у вас есть хорошая колодезная вода, замечательно. Холодной обычной водой. Если есть родниковая, тоже отлично. Но не кипятком. Есть варианты, что кипятком. Там процесс пойдет быстрее. Но я именно холодной водой. Вот мне еще сутки осталось подождать. У меня будут готовые покушать огурцы. Я говорю, у меня аж слюни текут. И новые. Сейчас вот у нас идет дождь, нескончаемый просто. Огород промокнет до нитки, до корешочка. И я жду пару ведер огурцов. Они же такое. Огурцы, они как грибы. Чем больше влаги, тем они быстрее наращивают огурчики. Юля, корень добрый вымытый. Додать до огурки, то краще, чем сами листочки. Это на увазе корень хрена. Но дело в том, что если я буду выкапывать для каждой баночки корень хрена, то я останусь без хрена. Поэтому я использую листочки. Шубу солить не надо. Думала, все знают. В селедке и майонезе достаточное количество соли. Но я чуть-чуть присаливаю. Я же говорю, это дело каждого. Надо, нет таких правил. Надо или не надо. Каждый делает так, как ему хочется. Так, как ему нравится. Так, как у него вкусно настроен. Вы можете, кто-то вообще сахара может насыпать. Вот ему так нравится. Он же не для вас готовит, он себе готовит. И в этом нет ничего такого. Я, конечно, не слышала с сахаром, но и к примеру вам говорю. У меня папа, например, царство небесное, кушал помидоры с медом. И он кайфовал. Ему очень нравилось. Так, на штифт надо коронку делать. Ничего подобного. Никакую не коронку. Мне сделали штифт. То есть, зуб у меня ползуба отпала. Юля грызла ушки свиные. Вот, треснула, отпала. И причем отломалась глубоко в десне. И полностью до стороны, блин, зуба не было. Страсти просто. Вот, мне сделали штифт. И нарастили зуб. Как-то в виде зуба у меня полноценный. Вообще классно. Мне понравилось. То есть, никакая не коронка. Так. Все потеряли Сергея. На месте он. Три зубные щетки стоят в стакане на столе. Не соседская же щетка. Ну, знаете, я не обращаю внимания. Людям свойственно придумывать. Кто-то любит фантазировать. Кому-то хочется, чтобы было. Вот как они пишут. Те, кто пишут, что расстались. Ой, у меня даже недавно комментарий. Какое-то старое-старое видео. А у меня иногда, ну, я вижу, да. Когда даже там на трехгодичной давности видео. Кто-то написал комментарий. Я его вижу. Мне приходит оповещение. И там трехгодичной давности, по-моему, видео какое-то. И там написано. Эх, Сережа, Сережа. Ты бы знал. Если бы ты тогда только знал, что Юлька тебя бросит. Думаю, господи, на что вот люди, да. Вот этот сам. Я отношусь к этому просто. То есть, понятно, что я этих людей не знаю и так далее. Поэтому меня вот именно удивляет то, что люди меня не знают. То есть, я совершенно чужой человек. Они желают вот такой вот, да. Им хочется, чтобы так было. Да. Люди привыкли смотреть кино, сериалы. И вот, наверное, к Ютубу, да, кто-то не совсем понимает, что это обычный человек, что это обычная жизнь. Относятся как к сериалу. Ему не хватает вот этой вот какой-то перчинки, вот этих каких-то событий там, там, я не знаю, разводы. Там ушел к бывшей жене. Какие-то драки. Какие-то там дети на стороне. Ну, как в сериалах, да, бывает. Поэтому они все придумывают. А есть другая категория людей, которые читают комментарии тех, кто придумали и ведутся на это. Знаете, как за этот самое, за пастухом идут. Вот. Поэтому я уже настолько к этому привыкла, что, в принципе, нормально отношусь. Вот. И этот самое. И другим говорю, что не удивляйтесь. Людям свойственно им этот самое фантазировать. На самом деле, кто смотрит внимательно, лишних вопросов не задает. Так. Юля, привет. А вы что, помидоры не пасынкуете? Нет, ребят. Когда такие были... Я когда-то этим занималась. И в прошлом году у меня был последний мой раз. Когда мне тоже писали, ой, пасынкуй, пасынкуй, удаляй пасынки. И тогда будет все хорошо завязываться, будут крупные помидоры. И они все вызреть успеют и так далее. И я, так как плантарь большой, у меня, как всегда, не хватает времени. Ну, наверное, нет желания. Пусть будет так, господи. Ну, по большей степени мне каждый год хватало урожая помидор. Вот так вот, что хватало не только мне, но еще и пораздавать, поугощать. Для меня это показатель, как бы, да, хватало. Поэтому я этим не занималась. Думаю, хватает. Зачем мне еще этот самый, чего-то там улучшать. Вот. Ну, а так как было много комментариев, я в прошлом году взяла, и в позапрошлом, по-моему, так делала, и один ряд, чтобы навсегда для себя отметить, будет ли разница. Вот первый у меня рядочек, я его пасынкую. Вот. У меня разница. Ну, нет. Ну, хоть убейте меня, у меня нет разницы, что там есть помидоры, что здесь есть помидоры. Да, здесь, возможно, они крупнее, но там их больше. Не знаю. Может быть, где-то в каких-то там северных краях, я не знаю, они и не успевают вызреть. А у нас успевают. Да, остаются зеленые уже там поздней осенью, но и до этого то, что плодоносила, нам хватает и соков накатать и так далее. Поэтому я вот к этому как-то так вот отношусь. Пусть я буду лентяйка, пусть так. Не пасынкую, ребят. Так. Ну что, наверное, на этом буду заканчивать. А, и как раз у меня дальше пошли комментарии, которые я не почистила, на которые я уже отвечала. Все, ребятки, до новых встреч. Я так понимаю, что дождь у нас будет идти всю ночь. Мне дождь, то фигня, мне лишь бы закончились вот эти вот отмена тревоги, чтобы была. И закончился гром. Потому что когда тревога и громыхает, то я думаю, что каждый прислушивается, где-то лезет в новости, чтобы гром это или не гром. Ну, короче, такой на шубняке. Это естественно, потому что все мы люди, каждый по-разному относится, да, к войне. К военным действиям, к, я не знаю, к грохоту, пусть он даже где-то вдалеке. У каждого своя психика. У каждого разное количество родственников на войне. Там сыновья, мужья, братья и так далее. То есть все подорваны, у каждого своё эмоциональное состояние, и все по-разному это переживают. Конечно, хочется, чтобы это всё поскорее закончилось. Такое ощущение, что ни конца, ни края. Сколько бед уже нанесено, сколько ущерба, сколько урона, сколько просто необратимые вещи. И я говорю, я просто в шоке, да. Я всегда помню ещё, когда прямые эфиры проводила, да. То есть ещё много лет назад я всегда говорила. Вот кто старички на канале у нас, это не в обиду я говорю, да, кто с нами давно. Юля всегда говорила, главное, чтобы не было войны. Я говорю, как накаркала. Не, ну тоже нельзя так говорить, да. Всё ж, не я ж это сделала. Ну, короче, вот и вот так вот, вот так вот получается. Так, всё, берегите друг друга, всем мирного неба, всем тихой, спокойной ночи. Хотя это видео выйдет утром, но всё равно мирной и тихой, и спокойной ночи, ребятки. Всё, до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»